Друзья, мы продолжаем. Пока мы слушали, что же нам сулят звезды, у нас в эфире уже прекрасный гость. В офисе, я хотела сказать. Видишь, как я настроена на рабочую неделю. Это у нас Асылкан Молдобаева, эндокринолог, нутрициолог. Доброе утро, Асылкан. Как вы у нас добрались? Благодарю вас за приглашение. Добралась я очень хорошо. Хорошо. Нутрициолог, эндокринолог. Ощущение, как будто мы знакомим друга прайм-тайма с трансформеров фирмов. Давайте начнем с названия, потому что для меня это новость. Что это такое вообще? Врач-эндокринолог, он работает именно с заболеваниями гормональной системы. Это заболевания щитовидной железы, заболевания поджелудочной железы, такие как сахарный диабет. Вы, наверное, слышали, да? Сахарный диабет, он широко распространен по всему миру и также в Кыргызстане. Особенно второй тип. Это заболевания половых желез, избыток веса, также это может быть дефицит веса. В головном мозге у нас есть железа гипофиз. Заболевания этой железы тоже работает врач-эндокринолог. То есть мне нужен эндокринолог, да? Если вы по поводу избытка веса, то да. Спасибо. Но здесь я хотела бы сделать ремарку. Многие по ошибке считают, что избыток веса именно за счет гормонов. Но на самом деле именно набор веса, он за счет гормонов занимает место только 2-3%. Но все остальные случаи – это банальное неправильное питание или нехватка физической активности. А в неправильное питание входит 6-разовое питание в день? К каждому индивидуально. Например, если это человек с дефицитом веса, мы наоборот будем рекомендовать 6-разовое питание в день. А если это с избытком веса, человек с сахарным диабетом, мы наоборот рекомендуем более интервальное голодание. Если человек хорошо переносит, можно 2 раза в день. А если это плохо переносится, то 3 раза в день максимально избегая перекусов. Так, тогда вопрос такой. С каким вопросом чаще обращается к вам? Я так понял, избыток веса один из них, да? Да, это избыток веса, набор веса, также дефицитом веса. И самый широко распространенный – это сахарный диабет второго типа. Дефицит веса? Есть такие люди, которые хотят… Да, у которых патологическая нехватка веса. Это уже заболевание. Анорексия? Анорексия – это да, можем назвать, но это больше как психологическое, психиатрическое. Дефицит веса, причины могут быть разные. Это и как гормоны, это как психологическое. Тогда там нам обязательно нужен врач-психиатр, да? Это могут быть следствия заболевания желудочного, кишечного тракта. Но сначала мы как бы исключаем гормональный сбой и при необходимости подключаем к других специалистов. Давайте тогда узнаем, что же такое в целом. Кто же такой нутрициолог? Потому что этот термин не совсем, думаю, всем ясно и непонятный, поэтому мы разъясним немножко. Нутрициолог сейчас – это как бы новая профессия относительно в странах СНГ. В Европе она уже давно развивается и широко распространена. Нутрициолог также можно назвать врач превентивной медицины. Превентивная – это значит профилактика, то есть не допускать заболеваний. И здесь нутрициолог именно работает с такими дефицитами микроэлементов, нутриентов. То есть это относительно здоровые пациенты, но имеются жалобы. Жалобы, которых нужно просто поддерживать. Поддерживать, да, чтобы не допустить наступления серьезных заболеваний. Это может быть анемия легкой степени. Эти люди чаще имеют жалобы, как выпадение волос, общая усталость. Но когда мы их проверяем, таких серьезных заболеваний нет. Но мы можем выявить скрытую железодефицитную анемию. Там легкие дефициты по микроэлементам, по витаминам. И с такими людьми мы чаще всего работаем через питание, налаживание питания. Теперь ты взял такой вопрос, насколько часто обращаются к вам конкретно, как к нутрициологу. Потому что у нас в стране как принято, ну, есть такое, то что пока у нас прям очень сильно что-то не заболит, мы же не обратимся к врачу, да? Ну да. Вот если легкое какое-то покалывание, мы думаем, ну, пройдет, да, там. Серьезно к этому не относимся. Вы правильно подметили, наш менталитет, пока не ляжет, человек не обратится в больницу. Но сейчас молодежь у нас более осознанная, молодые мамочки тоже более осознанные, что очень радует. Они, обращаемость сейчас высокая. То есть люди хотят системно подойти к своему организму, хотят заранее подготовиться к беременности. Они приводят своих детишек, то есть хотят пройти чекап, чтобы заодно проверить, но и поддержать организм человека, так же и ребенка. Вам обращаются, то есть беременные тоже? Беременные в том числе. До беременности или во время беременности? Желательно, конечно, до беременности, на стадии планирования, чтобы целостно подготовить организм будущей мамочки. Но если не получилось, тогда после наступления беременности тоже мы можем поработать, поддержать организм, как нутрицолог, но так же все беременные после наступления беременности обязательно должны обратиться к врачу-эндокринологу. Чтобы? Чтобы исключить гормональные заболевания. И на первом месте здесь именно стоит заболевание щитовидной железы. Это из-за этого они полнеют, худеют? Мы больше беспокоимся за нормальное развитие малыша, да. Это тоже может быть причиной набора веса, но когда у нас два организма, мама и ребенок, конечно, мы боимся за обоих, да. И здесь, я уже сказала, заболевание щитовидной железы. Кыргызстан относится к йодоэндемичным регионам. У нас нехватка йода в воде, в почве и все, что у нас растет, да. И дефицит йода может провоцировать гипотиреоз. Это нехватка йода в организме. Гипотиреоз может привести к заболеваниям нервной системы у будущего малыша. Поэтому очень важно, чтобы все женщины обращались к эндокринологу после наступления беременности. Желательно до, да. Желательно планировать, да. Заранее, за 3-4 года. Так, общий вопрос тогда. У нас весна. С праздником вас весны, с первыми днями весны. Как вообще весна, весенний период, влияет на гормональный баланс определенного человека или вообще в целом на здоровье людей? Да, у нас весна. И в первую очередь хотела бы поздравить наших мусульман с прекрасным месяцем Рамадан, чтобы каждому из нас он принес как и духовную, так и физическую пользу. С наступлением весны у нас обостряются простудные заболевания, вирусные заболевания. И на гормональной системе он отражается в виде стресса. Любой стресс может выбить гормональную систему из стресса. И в этой группе чаще всего, конечно, будут страдать более уязвимые, это пациенты с сахарным диабетом. Потому что во время стресса у нас повышается сахар, повышение сахара – это определенное осложнение со стороны здоровья. А в общем, для людей без гормональных изменений, это, конечно, также заболевания простудные, может отразиться в общем состоянии здоровья. И если вовремя это не корректировать, это может привести к осложнениям. То есть в дальнейшем пациент поступит в больницу. Этакий общий упадок сил, да, получается в новом сезоне. Тогда логичный вопрос, как пережить это, как подготовиться к этому? В этом плане больше всего подойдет нутрицолог. То есть закрыть вот эти дефициты желательно до весны, если это анемия, поработать. Если это там легкие дефициты, тоже поработать до весны. То есть поднять иммунитет. Тогда весна у нас пройдет в красочной оттенке, без всяких тяжелых заболеваний. Какие особенности питания следует учитывать? Питание играет очень важную роль. Мы есть то, что мы кушаем, поэтому питание должно быть на первом месте. Оно должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Белки – это продукты мясные, курица, рыба, красное мясо, яйца. Жиры делятся у нас на два типа – животного и растительного происхождения. И вот из животного хочу сказать, какие входят в группу правильных. Это сливочное масло высокой жирности, это 82% и выше. Это наш сармай по всему миру. То есть их можно употреблять? Их нужно употреблять. А, нужно даже. То есть по всему в мире медицине сармай, он занял первое место по своей пользе. Мы называем «золотой стандарт», поэтому сармай обязательно должен быть у нас в рационе. Это также наш чучук и кодунмаи. Это все входят в категорию правильных жиров. Все наши гормоны образуются из жиров. Поэтому есть такое понятие ложное, что нельзя кушать жиры – это вредно. На самом деле жиры должны быть, но в умеренном количестве, чтобы наша гормональная система работала должным образом. А это как в умеренном количестве, примерно в среднем? В умеренном – это 15-20% от суточного рациона. Если, например, в день мы употребляем 2000 ккал, то из них 15-20% – это правильные жиры. Причем это вот два кусочка хлеба со сливочным маслом – это уже будет суточная норма, мы ее возьмем. Если это овощной салат, мы его заправим оливковым маслом. То есть вот это оливковое масло – это уже суточная норма идет. То есть 4 кусочка хлеба нельзя? В определенных случаях можно. Спасибо, хотя бы это такое. Окей, тогда вопрос не только у меня, наверное, возник. Как записаться к вам? Записаться ко мне можно в частной клинике, я работаю, это клиника «Виданта». Также у меня есть страница в Инстаграм, есть онлайн-консультации, есть оффлайн-консультации. Поэтому при желании… То есть онлайн можно по видеосвязи поговорить с вами, да? Да, тем более у нас эндокринологи в целом по стране у нас ощущается острая нехватка. И для людей с региона это очень удобно, именно выходить на онлайн-консультации. Мы как раз видим ваш номер телефона, телезрители видят на экранах. Друзья, 776-03-06-08-64 номер телефона Ассалхан, куда вы можете обратиться. Как раз Ассалхан озвучила, что есть онлайн-консультации. Или обратиться в Инстаграм и записаться на живую консультацию. Доктор Ассалхан Нижний Пробел Молдобаева, все верно? Да. Обращаемся с друзьями, узнали сегодня как минимум много интересного. Да. А обращаться можно через Инстаграм? Да, можно через Инстаграм. Также можно писать на WhatsApp по этому номеру. По номеру, который мы озвучили, да? То есть можно звонить по видеосвязи сразу или? Нет, консультацию назначаю я, время мы обсуждаем, потом уже я выхожу на связь. Да, не звоните, пожалуйста, после восьми вечера. Я правильно понял? После шести. А, после шести не звоните, пожалуйста, не звоните по видеосвязи, напишите, пожалуйста, запишитесь, а потом дальше уже проконсультирует. Отлично. Так, есть ли особые рекомендации по витаминам, по добавкам, по минералам и так далее, которые мы должны употреблять, особенно, в частности, весенний период? Базовые витамины, это может быть витамин Д3. Также мы его называем прогормоном, и у нас, несмотря на то, что мы солнечная страна, у нас... Нехваток? Да. Серьезно? Нехватка витамина Д3. Если вы его не принимаете, мы сдадим анализ, у вас выйдет дефицит, это прям 99%. А это как, почему? Вопрос, да, потому что у нас смог, мы занимаем первое место. А, вот почему. Второе, мы используем SPF-крема, я имею в виду женщин, да, а также покрытые девушки тоже входят в группу риска. И следующая причина, мы как раньше целый день не находимся на улице. В основном мы в офисах, в зданиях, и вот этот солнечный свет мы недоуполучаем. То есть дефицит у нас широко распространен. А витамин Д3, он дает энергию, он повышает иммунитет, поэтому его обязательно в профилактических дозах и детям, и взрослым. А витамин Д3 обязательно идет с омега-3, это рыбий жир. То есть Д3 жирорастворимый витамин, чтобы он лучше всасывался, добавляем омега-3. Это мы каждый день должны пить? Да, он пьется каждый день, по новым рекомендациям. Летом тоже мы его принимаем, по тем же причинам, которые я сказала, но мы единственное можем уменьшать дозы. Следующий, я бы сказала, йод, так как мы йодоэндемичный, йод у нас обязательно идет взрослый. Обычный йод, которому мажем на раны? Нет, обязательно нет. Препараты йода есть в аптеках в профилактических дозах. Обязательно дети, детский сад, школьники, беременные, кормящие и студенты, они входят в группу риска, потому что у них именно умственная нагрузка сильная. Йод важен для работы нервной системы. В беременном обязательном порядке, да? Обязательно. А после консультации или без консультации? Профилактическую дозу, взрослым это 200 микрограмм, можно без консультации. В аптеках есть препараты йода. А у детей в зависимости от возраста доза немножко меняется. И следующее, я бы сказала, магний. В период стресса, смена климата тоже это как стресс. И у нас сейчас это гаджеты, это вот эти, урбанизация, да, это все стресс. В стрессовых ситуациях очень хорошо помогает магний. Магний идет курсом 2-3 месяца, тоже в профилактической дозе, можно пить без назначения врача. А если именно, чтобы подобрать, то надо получать консультацию. А вот какие изменения в режиме сна или отдыха могут, да, оказаться полезными для нашего организма, конкретно вот в весенний период? Сон – это второй очень важный фактор для нормальной гормональной системы. После питания. Да, на самом деле, если наши гормоны в норме, наш организм будет работать на 100%. Сон мы должны ложиться в 10 часов, мы уже спим. Ты скажешь 10 часов. Ты видела, когда 10 заспающих человека? Нет. Есть такие люди, которые беспокоятся за здоровье своей семьи. В 10 часов это в полной темноте, в идеальной тишине, чтобы с улицы не заходил свет. А вот так нужно спать, что ли? Да. Если есть шум, да, тогда можно использовать беруши, чтобы получить идеальный эффект от сна. А светильники вот эти тоже нужны? Не рекомендуется. Не рекомендуется. У нас есть гормон мелатонин, он вырабатывается именно в идеальной темноте. С 10 до часу мы должны спать, в это время у нас идет как бы восстановление ночных гормонов. Видимо, когда мы видим свет, то наш организм непроизвольно думает, что не пора еще спать. А после часа не восстанавливается организм? Да. В этот период, если даже 30 минут мы не доспим, у нас пойдут сбои. Но не сразу на следующий день, а как бы днями, неделями, месяцем у нас начнут повышаться гормоны стресса. Это кортизол. А стресс, именно гормон, кортизол, он может выбить всю систему нашего организма. То есть можно с 10 до часу спать 3 часа и вообще не спать потом? Если вы выдерживаете, то да. А так в среднем 6-9 часов рекомендуется на сон. Но из них именно с 10 до часу часть сна мы должны добираться. Это в обязательном порядке, да? Да, это в обязательном. Это очень важный момент именно для растущего организма. Это опять же наши дети. Чтобы их нервная система была спокойная, чтобы они хорошо кушали. То есть сон тоже будет отряжаться на питании человека. Окей, то есть мы должны миллион таблеток пить. Я правильно понял? Это магний, это витамин D3 плюс рыбий жир и... И спать до 10 часов. И йодом препараты йода. Кстати, уточнение. Нужно лечь спать в 10 или в 10 нужно уже заснуть? В 10 мы уже спим. То есть в 9.30 мы ложимся спать, убираем телефоны, планшеты, ноутбуки. И в 10 мы уже спим. А в 10 часов лежать с телефоном нельзя, да? Нельзя. Тогда мы в час уснем. Окей, нужно спать. Я правильно понял, да? Все. Ладно. Я понял, что я неправильно живу. В целом, мне кажется, мы все неправильно живем. Поэтому нужно прислушаться и относиться ответственно к своему здоровью. А в этом вам поможет Асылкан Молдобаева. Еще раз повторяю. Сейчас вы можете посмотреть снова номер телефона, высветиться на ваших экранах. Или Инстаграм. Номер телефона 0776-03-08-64. Можете обратиться, записаться на консультацию. Консультация как проводится, как онлайн, так и оффлайн. Или написать в Инстаграм страничку. Доктор Асылкана, Нижний Пробел, Молдобаева. Скорее записываем и обращаемся к квалифицированному, да? Знающему врачу, эндокринологу, нутрициологу. Классно. Вот так вот. Для меня очень полезно было сегодня. Я как минимум 20% из того, что вы сказали, я сделаю. Но насчет питания не обещаю. Но в целом спасибо большое, что вы пришли. Поняли, что мы неправильно живем, и нужно что-то менять. Да, спасибо большое, Асылкана, за полезную информацию, да? За наставничество, так скажем. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Отличного вам настроения.